Здравствуйте! В этом видео мы с вами вместе скроим и сошьем идеальное худи. Каким должен быть идеальное худи? Для меня было важно сшить теплое, комфортное, уютное изделие. Я люблю оверсайз силуэты, но мне хотелось сделать худи более собранным и более функциональным. Для того, чтобы я могла носить его и под верхней одеждой. К примеру, под пальто, тренчем или курткой, пуховиком. Также мне очень хотелось, чтобы капюшон был максимально больших размеров, но в то же время смотрелся аккуратно и издержанно. При этом мне хотелось, чтобы он хорошо закрывал шею и зимой можно было обходиться даже без шарфа. Что касается длины, то у меня это уровень чуть выше середины бедра. И на мой взгляд, при таком силуэте такая длина является оптимальной. Излишне короткий мне не очень подходит, а излишней длины создавал бы громоздкий эффект. Именно при таком силуэте. Худи держит такую форму благодаря особому материалу. Я использовала футер трехнитку с начесом изнутри. Этот вид трикотажа просто восхитительный. Нежный, мягкий и теплый. Конечно, он тянется, поскольку это трикотаж, но при этом очень хорошо держит свою форму. Материал на 80% состоит из хлопка и на 20% из полиэстера. И на мой взгляд, это идеальное сочетание, поскольку полиэстер в составе делает изделие из такого футера более износостойким. Я заказала этот футер в магазине 1 метр ткани. Магазин находится в России, но они доставляют ткани по всему СНГ. И доставка осуществляется любым удобным для вас способом. К примеру, мне доставили через ДЭК. Обязательно перейдите по ссылке на их сайт. Активную ссылку я также прикреплю в описании к видео. Вы будете удивлены огромным выбором тканей. Помимо разных видов тканей, там можно найти и швейную фурнитуру, постельные принадлежности, различные наполнители. Кстати, в магазине можно делать как крупные оптовые заказы, так и небольшие от 1000 рублей. И для всех моих зрителей в магазине будет действовать скидка 5% по промокоду беспокойт. Этот футер в оттенке Эклю. Такого мягкого, приятного, молочного оттенка. Цвет очень красивый и интереснее и сложнее, чем просто белый. Также очень важный момент – качество футера. Футер из магазина 1 метр ткани, качество компакт пенье. Я как-то рассказывала в одном из предыдущих видео, что качество трикотажа пенье – это высокий уровень качества. Трикотаж пенье изготавливается из лучших длинных волокон, которые не пеленгуются, то есть не образуются катышки в процессе носки. Качество этого футера трехнитки – компакт пенье. Это еще лучше, чем просто пенье высочайшего качества. К нему я подобрала кашкарсе. Достаточно будет 10 сантиметров. И на ходе такой длины мне потребовалось чуть больше полутора метров футера. Для стачивания деталей на машинке и отстрочке я буду использовать нитку Мадейра в молочном оттенке. А для обметывания срезов на верлоке – обычную полиэстеровую нить. Прежде чем кроить футер, его обязательно необходимо продекотировать. Все знают, как декотировать обычные ткани. А вот по поводу декотировки трикотажа возникает много вопросов. Напомню, что декотирование – это подготовка материала к раскрою. Декотировать можно либо утюгом с паром, либо с брызгиванием водой и высушиванием с помощью горячего утюга. Либо замачиванием материала в воде или легкой стиркой, а затем высушиванием. Одним словом, мы декотируем материал для того, чтобы он дал максимальную усадку. То есть он может сократиться в размерах. И чтобы в будущем не возникало никаких неприятных сюрпризов после стирки изделия. Я буду декотировать горячим паром. Складываю футер в два слоя. Лицо оставляю внутри и отпариваю со стороны изнанки. При этом я еле нажимаю утюгом и ни в коем случае не вожу, чтобы не растянуть трикотаж. Трикотаж и так эластичен, а от воздействия горячего пара он становится еще более податливым. Поэтому будьте аккуратны. У моего парогенератора достаточно мощное давление пара. Поэтому я просто проутюжу, отпарю сверху, еле касаясь утюгом. Кстати, это мой новый парогенератор Мия. И если вам интересно, могу в следующих видео сделать на него обзор, поделиться своим мнением. Напишите, пожалуйста, в комментариях, актуален ли для вас такой формат. Если да, то я сделаю видео. Для раскроя я использовала простую выкройку плоского прямого кроя. Это готовая выкройка. Она есть на сайте в размерах от 44 до 50 и в растах от 150 до 178 см. Я взяла свой размер выкройки, но немного видоизменила ее, сделала более широкой. Покажу на примере полочки, то есть передней половинке изделия. Спинку я преобразовывала абсолютно аналогично. Я углубила горловину на 2 см по всей длине горловины. И просто срезала лишнее. То же самое повторила и по спинке. Также линию проймы понизила только по боковому шву на 2 см. И плавно провела прежнюю внешнеплечевую точку к новой точке по боковой линии. Также примерно от середины плеча вниз я провела вертикаль и разрезала выкройку по этой линии. Теперь полочка состоит из двух частей. И я просто отодвинула эти части друг от друга на 2-3 см. Самое главное при таком моделировании следить за тем, чтобы линия низа находилась на одном уровне. В таком случае точки по плечам, которые разомкнулись, также останутся на одном уровне. Если мы соединим эти внутренние точки, то у нас получится ломаная линия плеча. Поэтому нам необходимо соединить верхнюю плечевую точку и внешнюю прямой линией. И мы получили новую линию плеча. В результате низ рукава будет немного ниже, в моем случае на 3 см, чем мог бы быть. При желании вы можете сократить длину рукава. Я все это сделала, потому что мне хотелось более широкого силуэта и немного более опущенного уровня плеч. Поскольку я углубила пройму на 2 см, рукав я сделаю шире, также на 2 см с каждой стороны. Просто продолжу линию оката, а по низу оставлю прежнюю ширину. Рукав в длине сокращать не буду, я хочу немного более удлиненный рукав. Для рукава потребуется скроить манжету, это простой прямоугольник, в длину равный примерно обхвату запястья, но я беру чуть больше, например 20 см. Вы можете сделать комфортную для вас прибавку, а по ширине деталь манжеты равна двойной желаемой ширине плюс 2 см. Скроим капюшон. Я покажу, как строила большой объемный капюшон. Итак, нам потребуется прямоугольник. В высоту у меня 35 см и в ширину 28 см. От нижнего левого угла я откладываю вправо 3 см и привожу эту точку к середине вертикали слева. По верхнему левому углу я откладываю бисектрису, равный примерно 5 см. Это значение можно сократить, либо увеличить. Самое главное, чтобы линия была органичной, плавной, без резких переходов. Это линия среднего шва, она будет находиться сзади головы, проходить через затылок. Плавно привожу линию к верхней горизонтали, к верхнему краю капюшона. И верхний срез капюшона будет прямым. Далее нам необходимо замерить длину горловины по спинке и отложить ее от новой точки слева вправо. Например, 12 см. Далее замеряем длину горловины по полочке и откладываем ее вправо, но под небольшим углом. Как определить угол, от правого нижнего угла я откладываю вниз 5 см и к этой точке привожу точку конца горловины по спинке. У меня получается как раз отрезок, равный длине горловины по полочке. Эту ломаную линию я немного округляю, поднимая первый отрезок на 5 мм, а второй опуская на 5 мм. И таким образом получается плавная круглая линия. Это нижний срез капюшона, тот срез, который мы будем, как вы, наверное, уже догадались, притачивать к срезу горловины. Поскольку передняя часть капюшона будет внахлёст, переднюю область необходимо отзеркалить, отобразить по линии справа или по линии середины. Однако я буду отображать не полностью, а примерно на 2-3 см меньше, поскольку не хочу, чтобы край капюшона доходил прямо до плечевого шва. Иначе будет очень много утолщений в одном участке. Остается только оформить передний срез капюшона. Для этого соединить верхнюю правую точку капюшона с самой крайней нижней правой точкой. При этом я еще немного увеличиваю ширину капюшона, добавляя сверху 2 см. Провожу прямую линию примерно до середины высоты капюшона и затем округляю ее к низу. И остается построить карман. Ширина кармана сверху у меня 20 см, высота кармана также 20 см, а ширина по низу 30 см. Далее проводим боковые стороны. Например, 5-7 см, но самое главное, чтобы линия входа в карман была комфортной ширины для вашей кисти. Для этого можно просто замерить обход кисти вместе с большим пальцем, разделить эту величину на 2 и получить желаемую минимальную ширину для входа в карман. Например, 11 см. Стоит карман скроить с цельнокроенной обтачкой, полоской шириной в 3 см. При этом срезы должны быть необычными. Для того, чтобы когда мы отогнем обтачку наизнанку, срезы сверху и сбоку совпали. Я просто отгибаю бумагу, либо ткань по линии входа в карман и очерчиваю срез сверху и сбоку. Таким образом получаю линии границы обтачки. Ну и ширина обтачки у меня примерно 3 см. Начнем собирать изделие. Я раскрояла полочку и спинку, взгиб посередине. Я делаю это для того, чтобы избежать лишних швов и сделать изделие более минималистичным. Сначала скрепляю плечевые срезы и прокладываю строчку. Я буду стачивать и одновременно обметывать с помощью 4-х ниточного оверлока. Можно стачать прямой строчкой на обычной машинке. Но срезы я обязательно советую обметывать, поскольку начес по срезам у футера осыпается. В этом нет ничего плохого. Это особенность утепленных материалов с начесом. Поскольку плечевые срезы имеют небольшой наклон и скроены также по точному направлению, материал по шву растянулся. В этом нет ничего страшного. Это вполне нормальное явление. Нам просто необходимо хорошенько сутюжить и приутюжить этот шов. Разложите плечевой шов на доске и пригладьте. Немного подсоберите плечевой шов, а затем в направлении снизу вверх сутюжьте волны. Обязательно используйте функцию пара. Если сбрызгивать водой и приутюживать сухим утюгом, то такой толстый трикотаж в два слоя останется мокрым, и вам придется долго ждать, пока он высохнет. Поэтому используйте пар. Затем, хорошенько остужая и отстаивая шов с помощью портновского утюжка, можно использовать самодельную подушечку для ВТО. Приутюжили плечевой шов, и вот таким ровным, плоским он получился. Присоединим рукав. Рукав мы не стачали боковой шов у изделия, поэтому будем притачивать рукав в открытую пройму, и затем прокладываю строчку, одновременно обметывающую прямо на оверлоке. Пристрочили рукав к срезу проймы, и срезы по шву втачивания рукава я также отстрочила, закрепила их, направив срезы в сторону рукава. Как правило, срезы по пройме направляются именно в сторону рукава. Хорошенько приутюживаю шов. Посмотрите, как он выравнивается после утюжки. Шов становится аккуратным, прямым, плоским. Утюжка очень важна даже в трикотажных изделиях. Припуски по входу в карман я продублирую. Для этого можно использовать флизелин, либо трикотажный дублерин, который будет сохранять эластичность материала. Накрываю сверху проутюжильником и хорошенько обдаю паром и высушиваю. Затем припуски по входу в карман заутюживаю наизнанку и отстаиваю деталь, чтобы сделать их плоскими и лучше зафиксировать. Все срезы по карману я обметываю. Сначала обметала срез по припуску ко входу в карман отдельно. После этого припуск ко входу в карман отогнула на лицевую сторону и обметала уже вместе с верхним срезом. То же самое повторила по боковому срезу кармана и нижний срез обметала отдельно. Затем выворачиваю уголки у входа в карман, выправляю. По краю припуска ко входу в карман я проложу двойную строчку. Для этого буду использовать двойную иглу. Расстояние между иглами 4 мм. Пользоваться двойной иглой очень просто. Заправляю параллельно две нитки, две катушки-нитки, и провожу их по всем путям вместе. Они разъединяются только в крючках над иглой и, соответственно, в иглах. Прокладываю строчку с отступом 2,5 см от края входа в карман, то есть от сгиба. И получается прекрасная закрепляющая и декоративная строчка одновременно. Кстати, она имеет небольшую эластичность. После этого остальные срезы, то есть верхний, боковой и нижний, я заметываю. Можно просто закрепить булавками, но лучше всего заметать, а затем еще и приутюжить. По середине полочки намечаю линию середины детали. Также делаю отметку по середине кармана, сверху и снизу. Прикладываю карман по линии середины, и я поднимаю карман от среза низа изделия примерно на 5-7-8 см. На самом деле я просто ориентируюсь на уровень талии и прикладываю карман таким образом, чтобы верхний край кармана совпадал с линией талии. Таким образом, от нижнего края кармана до среза низа изделия у меня остается примерно 7-8 см. Кстати, можно карман прикрепить прямо по срезу низа изделия. В таком случае вам не нужно заметывать нижний срез кармана. Он войдет в шов между обтачкой и самим изделием. Но поскольку мой карман будет выше, чем обтачка, я обработала и нижний край кармана в том числе. Прикрепляю карман с помощью булавок по всем сторонам. Также для удобства стоит его приметать вручную, а затем можно проложить строчку на машинке. Я буду использовать также двойную иглу. Пристрочили карман и хорошенько приутюживаем. Скроили капюшон, состоящий из четырех деталей. Все потому, что капюшон будет двуслойным. Также обязательно поставьте отметки мелком, либо надсечки ножницами в точке середины спереди и в точке прикрепления к плечевому шву. Совмещаем детали капюшона лицевыми сторонами вместе и по внешнему округлому срезу скрепляем и даем строчку. Здесь срезы я уже обметывать не буду, поскольку капюшон будет двуслойным и срезы будут скрыты. Соединили две детали по капюшону и прямо по лицевой стороне я сделала растрочку. И обязательно приутюживаю шов и припуски на швы. Покажу вам, как я делаю ровную строчку на 2 мм, не используя каких-либо специальных лавок. Как правило, в швейных машинках даже в самых простых моделях есть функция регулировки положения иглы. К примеру, в моей машинке есть возможность сместить иглу на пару миллиметров влево. Я просто переключаю строчку, и игла смещается на 2 мм. Теперь мне останется просто следить за тем, чтобы шов, от которого я буду делать отстрочку, располагался просто посередине лапки. Мне не нужно будет следить за иглой и постоянно контролировать отступ в 2 мм от шва. Я просто буду смотреть на то, чтобы шов располагался прямо посередине лапки. Это намного проще. Я использую простую универсальную двустороннюю лапку и прокладываю таким образом строчку. Она проходит слева. А для того, чтобы отстрочить вторую сторону, я просто переворачиваю деталь и веду ее обратно. В результате получается ровная отстрочка на 2 мм. Две части капюшона готовы. Я сделала отстрочку, вернее, расстрочку по двум слоям. И прежде чем присоединять два слоя друг к другу, хочу минимизировать толщину по будущим швам. Под углом отсекаю припуск на шов прямо у края небольшим треугольником с двух сторон капюшона. Затем присоединяю точно швами друг к другу два слоя капюшона лицевыми сторонами вместе. Соединяю только передний срез, то есть тот, который будет со стороны лица. И прокладываю строчку. После того, как я проложила строчку по переднему срезу капюшона, я вывернула капюшон на лицевую сторону и сделала отстрочку по переднему краю, отступив 3 см от скиба, от шва. Этот шов также слегка приутюживаю. Не буду отстаивать его с помощью портносского утюжка. Мне хочется сохранить воздушность и мягкость капюшона. Также я соединила нижние срезы капюшона уже изнаночными сторонами вместе и проложила закрепляющую строчку на 5 мм от края. Эта строчка не обязательно, но когда она есть, присоединять капюшон к горловине немного проще. По нижнему срезу капюшона я делала надсечки, обозначающие линию середины спереди, а также отметки плечевых швов. Сейчас продублирую их для наглядности с помощью ручки. Также сделаю отметки посередине среза горловины, спереди и по спинке. Сначала сформируем нахлёст по капюшону. Как правило, в женских изделиях всегда правая половинка накрывает левую, поэтому правый край капюшона я накладываю сверху, совмещая отметки и закрепляя булавками. Оставшиеся концы слева и справа капюшона я просто прикрепляю друг к другу, строго совмещая срезы. Капюшон с изделием соединяется лицевыми сторонами вместе. Присоединяю отметку середины капюшона спереди с отметкой середины горловины спереди и то же самое повторяю со спинкой. Здесь уже шов по капюшону я соединяю с отметкой середины горловины спинки. И то же самое повторяю по всему срезу горловины. А уже имеющиеся булавки спереди капюшона я просто перезакрепляю. Далее я проложу прямую строчку на обычной машинке, прежде чем обметывать срезы. При желании можно сначала вметать в круговую. Я проложила строчку на сантиметр от края по всему срезу горловины. Прежде чем обметывать, я хочу уменьшить толщину. Она получилась достаточно большой, особенно спереди. Спереди минимум 5 слоев. Раскладываем срез горловины на доске. Подправляем для того, чтобы не заутюжить лишних складок. Затем я завожу утюг, одновременно подрасправляя срезы в этом толстом шве. Футер немного отгибается. Не стоит заводить утюг глубже, чем на 2-3 сантиметра от шва по горловине. Иначе велика вероятность заутюжить складки. Итак, я расположила утюг в нужном мне положении. И только после этого включаю функцию пара. Это очень важно. Хорошенько обдаю паром. Выключаю пар. Несколько секунд держу утюг, все еще на этом участке плотно прижимая. Для того, чтобы отстоять срезы просто горячим утюгом без пара. После этого сразу прикладываю деревянную колодку утюжок и хорошенько прижимаю срезы. Результат очевиден уже после первого раза. Я, пожалуй, повторю операцию в отношении того же самого участка. Хочу добиться минимальной толщины. Снова завожу просто горячий утюг, им же подправляю, включаю пар, несколько секунд непрерывно обдаю паром, выключаю пар, держу горячим утюгом и все то же самое. Кстати, у утюга с парогенератором от Mie есть классная функция непрерывной подачи пара. Вот ею я и пользуюсь. Посмотрим на результат. Получилось супер круто. Видите, толщина сократилась больше, чем в два раза. Если бы я обметывала срезы прямо по такой толщине, то, во-первых, оверлок, скорее всего, не справился бы, строчка получилась бы неровной, некрасивой и горловина в результате оказалась бы совершенно неаккуратной. А такой относительно плоский и маленький в толщине срез оверлок возьмет с легкостью. Я приутюжила срезы по всему шву горловины и в участках, где это необходимо, немного подравниваю срезы. Не хочу заставлять оверлок срезать по пять слоев футера. Я с легкостью проложила строчку на оверлоке без каких-либо дополнительных приспособлений. Строчка получилась очень аккуратной. Я ставила небольшой хвостик оверлочной строчки и с помощью иголки просто заведу и спрячу между срезами под обмёточной строчкой. В таких изделиях срез по горловине со стороны спинки обрабатывают киперной лентой. Но я не хочу увеличивать толщину в участке, в котором она и так большая. Поэтому я просто отогну срезы по горловине вниз и проложу строчку, закрепляющую одновременно отделочную, отступив также 2 мм от шва по горловине. Завершим присоединение рукава и одновременно закроем боковые швы. Поворачиваем худи на изнаночную сторону, совмещаем боковые срезы. Контрольная точка это уголки по низу изделия, затем шов при тачивании рукава, концы по низу рукава. Далее закрепляем в промежутках и прокладываем строчку. Манжеты в длину скроила по уточному направлению. Так они будут лучше тянуться, словно резинка растягиваться и вновь возвращать свою форму. Складываю манжеты короткими сторонами, короткими срезами вместе и даю строчку. Я прострочила срезы по манжете прямо на оверлоке. И теперь необходимо сложить деталь манжеты пополам, так чтобы изнанка осталась внутри. И для сокращения толщины по шву я половину среза направлю в одну сторону, оставшуюся часть направлю в другую. И сложу манжету таким образом. Посередине при желании вы можете также сделать надсечку. Для того, чтобы не было такого сгиба. Складываю манжету. Шов я обязательно приутюживаю для того, чтобы зафиксировать припуски. И хорошенько отстаиваю, высушиваю деревянной колодкой. Манжета готова к присоединению к низу рукава. Как присоединить манжету к рукавам я показывала уже огромное количество раз, поэтому не буду тратить вашего времени. Оставлю ссылку на одно из видео. Я втачала манжету по низу рукава и хочу показать вам одну штуку. Прежде чем обметывать срезы по шву, я отсеку под углом припуск по шву рукава снизу. После этого я обметаю срез круговую, а затем отогну припуски по шву наверх в сторону рукава. И снова по лицевой стороне проложу отделочную и закрепляющую строчку на 2 мм от шва. Таким образом я скрою надсеченный припуск, и этот участок получится намного тоньше. На этом все, худи будет готово. Таким образом я проложила закрепляющую отделочную строчку по всему изделию. И это смотрится очень целостно и органично. То же самое я повторила в отношении обтачки снизу, а притачивала я ее так же, как и манжету. Просто в круговую. Ну и конечно не забывайте про финальную утюжку и отпаривание изделия. Благодарю вас за просмотр. И мы с вами совсем скоро увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok